Под нашим балконом, смотрите, двое или трое. Ухо, горло, нос, всё же связано, ёптать. А ты закуску засовываешь туда, надо огурец ещё в ухо. Блядь, а я его закрушу, надо в ухо, да, блядь, подожди, подожди. А ты чё, блин, да, ты нифига неправильно лечишься. Черт, побери, блядь. Так, нечего, побери, нехуй, правильно говоришь. Должен говорить, шерт, побери. Не чё, не чё, дай снайпу, пожалуйста. Они редиски издеваются над нами, представляешь? Да ты чё. А, пойдёт редиска, овощи, если её порвить будет, нахуй. Глаздеп, ты за кого играешься, ты чё-то смотри. Ленте, ну дай снайпу, ну зачем она тебе нужна? Ёптать, блядь, 66, это куда попал? Спасибо. Пал ты в Российскую Федерацию. Так, редиска, правильно, у неё всё нормально, ящики идут, почта России. Бред, он всё. Сейчас позвонил на почту, всё, сказали, едет, поезд едет. Блин, засмотрелся. Да врёшь, как всегда. Чувствуешь, Егорыч, так тебе девушки скоро верить не будут. И так вот сбегают, каждый день ещё подали себе забирают. Ну что, пить не взял, раз уже побежал, куда к маме? Какой маме, блядь? Ты даже маму не видел его в задний разу. Так у тебя есть все шансы увидеть? Добежать, поймать, да, познакомиться. Ха-ха-ха, к маме. Тёща. Я же, раз уже с одной мамой познакомился, она до сих пор, наверное, в Каматозе. Мы культурно сидели, знакомство, слушай, я быстро расскажу, знакомство, культурно, первый день знакомства. Меня с мамой знакомят. Она говорит, а что вы молодой человек ничего не пьёте? Это как-то неудобно. Да надо не стесняться, у нас тут вино, всё, я из-под сала доставил бутылку 0,7 водки. На стол ставлю, ой, как, как это вы всё это будете пить? Говорю, да, мама, ещё потом в два раза в магазин схожу. Да, ну тут она в обураке ёбнулась. Помогайте, помогайте, на центре, ну чё, где вы все? Ну чё, сегодня тебе повезло, тебе как? Это нас в торле лапать, блядь, никого попасть не надо. Держись, я боли, держись, сейчас добью, в ухо закапаю, мы их всех, блядь, постреляем. А ещё, если чё, можно клизму ставить, девушка. Шо, шо? Клизму ставить ещё тоже помогает. В ухо? Нет. Клизму в ухо не ставят. Причём, в урез надо ставить. Причём, это то и ухо. Мне ж ухо болит, ёпта, не это, то. А вот через то сделаешь, и ухо не будет болеть. Ну, блядь, надо попробовать. Чё, правда, да? Конечно. Пойду попробую. Да, ё-моё, успе... не успели, а? А в Клизму водку наливать или воду? Водку, водку. Анекдоты рассказать, советский ещё старый анекдот, блин, это 100-летний. Ещё, короче, едет мужик, постоянно бухает, у него Волга была, блин. Ну, тогда она считалась хорошей машиной. Ну, блин, гаичник останавливает его. В каждый день, берёт взятки, 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 но деньги закончились, он Волгу продал, Жигуля купил. Ну, и то же самое история, до москвича дошёл, короче. Гаичник останавливает. Дыхни, ну, как обычно, дыхни, он дышит, не пахнет. Думаю, чё ты, нифига себе, ну, ладно, едь чай, ну, увидишь, что он пьяный, езжай, ну, потом, говорит, слушай, говорит, скажи, пожалуйста, чё ты делаешь, говорит, я не могу... Всем привет. Привет. Чё ты делаешь, что ты пьяный, а не пахнет, блин? А я, говорит, не скажу, говорит, я тебе тогда верну, говорит, все деньги, которые за столько лет у тебя забрал, говорит, только скажи. Он такой, ну, ладно, давай деньги, тот деньги, гаичник отдаёт чуваку. Он ему, говорит, да я, говорит, себе клизму ставлю, говорит, это самое, водкой. И поэтому ей не пахнет. Гаичник такой подумал, подумал, говорит, слушай, я тебе ещё столько же денег дам, только никому не говори. Гаит, а чё, говорит, да наш начальник, говорит, узнает, значит, достаёт ещё жопу нюхать. Старого охвата анекдот, да. Да. Обычно раньше останавливали, этот фуражку подсунет, говорит, дыхни, ху. Ну, раз понюхал, ладно, нормально, езжай. Сейчас просто залазит головой, так пахнет, не пахнет. Так это понятно, я помню, в эту ночь мы как-то тоже ехали с этого, молодые были, с озера. Остановили, блин, на проселочной дороге. Дыхни, ну я трезвый, я никогда не пью. Светка, на второй, второй, на третий, третий нашей. Да, Света, не сящее, без такого расстояния. Сиди, да, на второй бегу. Света убили? Женя, захуй, не ебало, блядь. Я ж не тебе, не с тобой разговариваю. Ты, блядь, не реверишься, заходишь, блядь, ну что вообще на что не заходить? Да, я не реверую тебя. Женя, не болтай, болтай, расскажи нам что-нибудь, как там твой огород? Да, хорошо, уже скоро будет подмога смородина свести, при такой погоде. Да, толстый? Чего, толстого тоже смородина светит уже? Ретражка, блядь, чистый. Толстый, а чё ты молчишь? Слушай, рак ставляет, да кому-то для снайпу, блядь, ну, ты умай. У меня дочка играет. А, скажи, откуда у тебя дочка, у тебя не было никогда дочки. У меня твой сын. У меня твой сын. Удобрял хорошо, выросла сразу большая. Три сыночка и лапочка дочка, да? Кто-то спрыгал на наш вторую. Вчера родил дочку. Да ё-моё, Света, ты откуда там взялась? Толстый, за это дело надо выпить, толстый, выпьет. А, откуда ты прилетела? Ты же по лестнице не поднималась. Поднималась. Так, не трожь, Света, толстый. Уборька. Толстый какой-то... Все какие-то сегодня трезвые, толстый с дочкой пришёл. Этот вообще не пьёт. Ты что, закодировались там все? Все в ухо, огурцы суют, клизму куда-то в жопу. Что же за жизнь пошла? Ты всем отправляешь вагонами вину, ни до кого не доходит. Вот все и прекратили пить. Что творится? Спиртного. Все на тебя рассчитывают, никто не покупает. А-а-а. Правильно, всё доставлю, ребята. Вовремя делайте заказы. Подожди, я асфальтом занимаюсь. Какое спиртное? Обещано. Там много-много ящиков обещал. Если я сказал, значит, будет. Жди. Значит, что-то неправда, да. Только жди. Надеюсь, я и верь. Куда я ушла? А что это, Редиска, да, нет. Что это, Редиска? Это пишешь, нет. Почему нет? А почему, да, пиши, нет. А это имеет никакого значения, мне кажется. Да, что-то не срабатывает. Дурацкий совершенно, плагин. Вообще дурацкий. Ты что творит, а? Миша специально против нас придумал. Да он это не придумал даже, это не он написал, он откуда-то взял. А сделать, чтобы он работал корректно, достаточно тяжело. Миша, ты взяла снайперку лентяя, и он за них перешел, блин? Власовец натуральный. Типа, у дурки в Чехии поставит какой-то там есть один мудак, ставит памятник Власову, блин. Власовца. Таких полупокеров много. Он это, как тебе сказать, глава района Пражского, Жопинский, там, я в Прагу-то хорошо знаю. Он этот, провел голосование, с этого, с одного района памятник Конева убирают, там улица Конева, Коневова у них по-чешски. Конева, Коневова, допустим, у них О, в конце фамилии прибавляется. А улица Конева и памятник Коневу, они его памятник снимают сейчас. Представляешь, Конев освободил Прагу, блин. А они говорят, нифига не Конев, мол, типа Бласовцы освободили Прагу от немцев. Вот решили туда памятник поставить дебилой, дебилой. Так они сейчас всю историю привисовывают. Как хотят просто. Господи. Дурачки. Да нет, ебьет.